Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер, начитался ваших комментариев. Очень много идей по поводу землянки сейчас есть под прошлым роликом. Ну, на момент записи, вот ровно сутки прошли, как я опубликовал видеоролик, я уже добрался сюда опять. И там что-то больше трех с половиной тысяч комментариев. Я как бы все прочитал. Пока я тут буду находиться, это возможно ни день, ни два, я не знаю, сколько там будет еще комментов. Я тоже, когда вернусь, постараюсь всегда читать. В общем, много советов дали. Сказали, что я вот так обжигал дверь. Ну, не дообжег еще. Сказали, что нужно было всю землянку вот так обжечь, причем с двух сторон. В этой серии очень много планов. Изначально основная цель это построить печку, чтобы уже, в принципе, можно было греться как-то. Потому как на улице даже днем сейчас уже плюс пять сегодня. Я вот так тепло оделся. Тут куртка такая флисовая, еще одна флиска, обычная кофта. Спасибо за всю предоставленную одежду компании МТАК. Планирую содрать всю эту крышу нафиг и вскрыть ее какой-то морилкой либо маслом, для того, чтобы доски не гнили. Потому что сказали, что сосна быстро сгниет. Еще я действительно не учел, что если зимой будет много снега, но, скорее всего, такого не будет. Когда будет очень много осадков, нужно будет саму крышу укрепить. Всем этим мы займемся с вами в этом видосе. Но первым делом мы сейчас приступим к строительству печки. Есть в наличии вот такой вот кирпич, вроде как огнеупорный. Написано печна цыглына. Есть вот такая вот смесь огнеупорная. Я так понимаю, она там на основе глины, скорее всего, сделана. Два мешка, надеюсь, хватит. Есть мастерок, там куча всякого железа, в топку, там поддувало, колосники и так далее, тому подобное. Изначально хочу сказать, что я не строитель, кирпич я никогда в жизни не ложил. Конечно, несложно понять, как это делается, но, короче, не судите строго. Первый раз реально в жизни буду ложить кирпич. Вчера вечером посмотрел ровно одно видео, как ложить кирпич. И то оно было 4 минуты, короче, все. Короче, что-то заболтался я вначале, надо приступать. Но прежде чем приступать, нам нужно, чтобы развести вот эту смесь, нужна вода. Колодцы здесь пересохли, но рядом, я знаю, есть болото. Сейчас мы с вами отправимся на болото. Плейс – это динамичный бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков. В игре мне нравится, что есть огромный выбор как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Тем, кому больше по душе PvP, могут сражаться в 11 режимах. Отдельно стоит обратить внимание на PvE-миссии с ежедневными заданиями во всех уголках планеты, которые, кстати, включают миссию в Припяти. Сейчас в игре проходит тематический сезон Рой, который включает в себя одноименную спецоперацию с новыми геймплейными механиками. Эта спецоперация стала одной из самых местных, поэтому, если хочешь покрушить сотни врагов, обязательно ее зацени. Ну а для старых игроков это отличный повод вернуться в Warface. Кстати, Warface доступен в Steam. Также сезон добавил две новые PvP-карты. Для режима мясорубка – карту туннель, для режима командный бой – тематические награды, достижения, косметические предметы и много-много-много чего другого. В Warface доступно более сотни видов современного стрелкового оружия, и на данный момент малое количество шутеров может похвастаться подобными показателями. Оцени сезон роли Warface лично по ссылке в описании и забирай набор подарочного снаряжения и начинай играть через любимый лончер. Врывайся в игру и забирай бонусы по ссылке в описании. Ребята, пришел к такому вот болоту. Смотрите, какая классная природка. Осень. Ну ладно, не самое лучшее место выбрал для того, чтобы показать вам, какая природка красивая. Ну что, есть такие вот бутылки. Сейчас будем набирать в них водичку. Вот так вот. Такой вот, ребята, водичка имеет красивый цвет. На поверхности вроде набирал, но все равно там какие-то бодели плавают на дне. Ну я думаю, короче, цвет воды вообще никак не отразится на нашей печке. Взял с собой сегодня такую джибельку, потому как... Блин, я не знаю, сколько это займет времени. Возможно, даже не один день я буду строить эту печку. Она, кстати, не такая уже и большая будет, но она будет состоять из большого количества кирпичей. В общем, ребята, прошло уже часа два, наверное. Я не хотел показывать просто вот эти первые шаги того, как я буду пробовать ложить кирпич. Я сперва собрал такой, знаете, конструктор без раствора, для того, чтобы понять, насколько это вообще все ровно будет. Кое-как выровнял площадку под печку. Столкнулся с некоторыми сложностями. Я купил, смотрите, вот ножовку по металлу. Взял еще запасное полотно, вон оно тоже валяется. И в некоторых моментах нужно было просто резать кирпичи. Короче, эта ножовка настолько быстро затупилась, что одно полотно, что второе, что просто капец. Короче, вот, положил колосняк. Нужно было кирпич, ну, снять такой просто угол здесь. Ну, все бы ничего, а там с первой попытки не получится, со второй, третьей, пятой, десятой. Этот получился четко. Ложим его сюда. Второй кирпич здесь, ну, надо было такой тоже под углом вырез сделать, для того, чтобы поддувало можно было установить. Ну, и сверху здесь под колосняк исчезать. И, короче, так получилось, что этот кирпич я очень долго делал. И его нужно было с двух сторон, короче, там немножко снять. Короче, он лопнул. Я, в общем, не знаю, ребят. А вот эти, смотрите, как у меня ровно получилось. Ну, как ровно? Это сарказм, конечно. Короче, наверное, вот этот вот так будет стоять. Вот так сверху будет лежать колосняк. Как-то оно лежало. Короче, как-то вот так. И дальше буду уже строить. В общем, пару кирпичей я положил уже на раствор. Не показывал как, чтобы вы меньше меня критиковали. Хотя критики и так будет очень много. Я потом по итогу покажу, какие у меня там красивые швы будут между этими всеми кирпичами и так далее и тому подобное. В общем, как по мне, самое сложное это начать было. Установить, точнее подготовить, чтобы установилось все вот это вот железо и так далее и тому подобное. Ну, и дальше можно уже выстраивать печку. В общем, ребят, еще что хотел сказать. Я не печник. Эту печку я нашел в интернете на каком-то канале. Не помню, как называется. Могу скинуть ссылку. Посмотрите, как правильно должна она быть. Как она получится у меня. В общем, это печка из книги какого-то чувака с фамилией Кирилл. То есть, это его авторская печка. Она маленькая, но у нее очень мощный, по идее, как должен быть КПД. Я не знаю, я не проверял, но мне она реально очень понравилась. В принципе, я ее буду делать, считайте, по схеме. Так что, то, что я не печник, я думаю, это не страшно. Вот то, что я не строитель, это, конечно, уже куда страшнее. Ну, ладно, буду себя что-то строить, короче, тут на видео. Потому как, ну, надо как-то все это делать. В общем, сейчас вот эту смесь, смотрите, еще немножко разбавлю водичкой, размешаю и следующую пару кирпичиков можно уже ложить. Короче, что, ребята, я уже почти мастер кладки кирпича. Вот, конечно, сарказм. Дошло дело до дверки в топку. И в топку я взял вот такую вот дверку со стеклом. С этой стороны вот это стекло проложено каким-то шнуром. Я так понимаю, он не горит. Может, кевларовый, может, еще какой-то хрен его знает. Короче, по моим расчетам, да не только по моим расчетам, да, она как раз сюда становится. Короче, сейчас осталось замуровать, так сказать, выше дверей. И дальше уже, по идее, как будет проще, потому как там не будет вот этих всех таких, вот этих вот моментов, таких вот, вот так вот, вот так вот. А так, в принципе, в целом, когда просто ложить кирпич. Конечно же, далеко не ровно я его ложу. Там я сам вижу свои косяки. Человек, у которого глаз настрелян, он еще больше, наверное, может увидеть. Ну, как умею, ребята. Это небольшая печка, я думаю, не разрушится. Как-то же люди, блин, там девятиэтажные, не только дома строят с кирпича и нормально стоят. Оператора по-прежнему нету. Ну, поэтому буду снимать со штатива. Если кому-то плохо что-то видно, то... Кстати, да, если вы строитель или умеете ложить кирпич, то лучше, ну, перемотайте чуть-чуть и... Ну, либо, короче, просто, знаете, я предупреждал вас, ребят. Конечно же, я уже куда ловче это делаю. Я уже, смотрите, потренировался, уже сколько кирпичей установил на те места, где они, по идее, до конца своих дней уже будут стоять. Ну, или пока будет существовать моя землянка. Кстати, многие писали, что вот твоя землянка долго не простоит. Ребята, я вам скажу так. Если она простоит хотя бы пять лет, я буду доволен. Хотя, может быть, даже пяти лет мне не надо будет. Может, через пять лет мне уже это место неинтересно будет. Ещё, кстати, многие спрашивали... О! Многие спрашивали... Так, без уровня и без угольника. Просто, чтобы лицевался с предыдущим кирпичом. Ну, и так, на глаз иногда я, бывает, смотрю, чтобы, знаете, угол совсем уже не уплыл. В айфоне там есть в приложении рулетка в стандартном. Есть это, как его... Уровень. Достаточно точно показывает. Правда, из минусов, то, что, как бы, айфон сам по себе короткий и... Так. Много не замешиваю раствора, потому как не знаю, как долго он застывает. Ну, именно до такого состояния, чтобы ещё можно было кирпич ложить, знаете. Поэтому каждый раз по чуть-чуть себе подмешиваю. Беру вот этой лопаткой такой, где-то восемь лопаток этих, короче, туда бросаю. В ведро заливаю чуть водой. Постепенно перемешиваю, там, по необходимости ещё подливаю воду. Ну, как бы, такой, знаете, процесс. Я не думаю, что он будет интересный. Разве что, чтобы чисто поугарать надо мной, знаете. Насколько я, может, неумело это делаю. Так что, берём следующий кирпич. Ну, вроде лицуется со всех сторон. Так, вроде ровно с этим. А, чуть-чуть неровно. Ну, как-то так. Ещё из-за того, что я это неумело делаю, у меня полностью все руки в растворе. В принципе, то, что я на глаз ложу, я думаю, это не страшно. Высота печки будет где-то примерно метр семьдесят. Ну, топка сама будет небольшая. А дымоход будет из кирпича. Я потом объясню вам, почему дымоход из кирпича будет. Почему она такая высокая будет. Смотрите, какие коржи по бокам повылетали. Вообще, на мешке вот этой смеси написано рекомендуемые швы. Что-то там 2-3 миллиметра, тогда вам хватит на 100 кирпичей. Я не знаю, у меня швы, как бог послал. Местами где-то 2 миллиметра, местами 5, местами 10. Но в целом, как-то квадрат вроде держится ровным пока что. Не, если бы я, конечно, ребята, дом так строил на глаз, то, наверное, его просто ветром сдуло. Все, ребята, на улице начало темнеть. Еще не так темно, как кажется, потому что я включил фонарик. В общем, наступил такой момент. Сейчас у меня будет один кирпич вот так и вот так. И вот здесь, чтобы... Должна была бы быть, по идее, какая-то пластина, но ее нету. Отчасти будет держаться на дверке от топки. И вот эти пилочки две, которые затупились прям в миг. Я их все-таки вот так решил вместе положить. Ну и подставить под кирпичи лучше все-таки так, чем вообще никак. Короче, все, ребята. Тут достаточно такой простой, ну не простой, а однообразный процесс. Поэтому уже когда перейду к дымоходу, там будут свои нюансы. Я уже следующий кадр, наверное, буду снимать, когда буду на дымоходе. Все, ребята, моя печечка как-то так сейчас выглядит. Начиная отсюда, все лежит пока что без раствора. Я просто не очень подробно снимаю, как строится сама печка, потому как работы много. Это на самом деле тяжелая работа и очень-очень такая скучная, я бы сказал. В общем, я сложил без раствора дымоход для того, чтобы показать вам суть этой печки. Вот, можно сказать, топка где-то вот тут заканчивается. Дальше уже идет дымоход. Скажете вы, почему бы просто взять, ну не купить трубу и вывести ее в потолок? Дело в том, что вот это, короче, дымоход по системе некого Калеватова. И смотрите, здесь внутри, блин, как это все снять? На руке просто фонарик. Смотрите, видите, один уровень канал для дыма на расширение идет, второй на сужение. На расширение, на сужение. Давайте немножко разберем обратно эту печку. Я вам покажу, как это все устроено. Видите? Вот так вот. В общем, видите, один уже, второй шире, один уже, второй шире. Некий господин Калеватов в своей книжке утверждает, что когда так дым выходит, то он еще может прогревать дымоход и тем самым повышается очень сильно КПД самой печки. Я как бы не знаю, проверим, но в любом случае, я думаю, что сколько тут, 9 квадратов получается землянка. Этого достаточно будет, чтобы обогреть данную комнату. Буду сегодня, ребята, строить до поздней ночи, потому как ей еще нужно будет пару дней простоять для того, чтобы ее можно было растопить. А я хочу ее растопить уже в этой серии. В общем, ребята, вернулся я, но уже сегодня вернулся не сам. Смотрите, кто со мной. Я его прям похитил, можно сказать, позвал на кофе и сказал, братан, поехали землянку строить. Короче, Тема, как добрая душонка, не отказал мне и приехал со мной. Кстати, смотрите, ребята, давненько меня тут не было, уже дожди чуть-чуть. Вот вода так скопилась, это потом надо будет вот так сравнять, чтобы она вся вниз стекала. Сейчас посмотрим, кстати, затопило внутри или нет. Что, давай заходи, будем твои эмоции смотреть, а тут давно не было. Мы с тобой начинали ее строить. Ну, и с тобой продолжаем. Слушай, ну классно. А, дерево обалденно. Ни хрена себе печечка какая. Так, печечку я тогда, ребята, не достроил. Я тогда в темноте под фонарик уже строил, строил. Короче, я потом по свету как-то вот посмотрел на это все дело и думаю, то ли я пьяный был, то ли я слепой был, то ли мне в глазах кто-то выколол. Либо эти кирпичи сами разъехались. Ну, короче, не знаю, мы потом это все дело замажем. Короче, вот этой такой смазкой или как это правильно сказать. Ну, короче, глиняной вот этой штукой замажем. И, в принципе, как-то так будет. Сегодня шел. В планах чуть-чуть еще донабрать высоту дымохода и вставить уже трубу и перекрыть крышу. Собственно, для того, чтобы перекрыть крышу заново, я Тему и позвал. На самом деле, мы когда шли сюда, Сера говорил, что сильно рукой жопил где-то с кирпичом. Ну, честно, я думал будет. Я посмотрел видео на ютубе 4 минуты, как ложить кирпич. Я его до скорых тем более посмотрел как-нибудь. Я вот так там его... Не, я вначале ровно старался, там может видно. Потом где-то у меня, короче, косяки были. Но, в целом, конструкция будет стоять. Главное, что она, по идее, должна очень круто греть. Потому что, посмотри, тут внутри такой хитрый очень дымоход, там конструкция колеватого, чтобы, типа, дымоход нагревался, и потом кирпич вот этот еще очень долго отдавал тепло. Не, честно, думал будет хуже. В общем, ребят, что? В планах сейчас достроить. Тёма что-то пока может приготовить. Пока я буду кирпич ложить, кирпич буду сам ложить. А потом уже, когда перенакрывать крышу надо будет, мне уже нужна будет Тёма на помощь. Для этого я, собственно, его сегодня похитил. Кстати, что ты канал, я, кстати, видел. Ты же канал не переименовал. Ты говорил, дырявый бачок, дырявый бачок будет. Сам-то дырявый. Переименуешь когда? Давай вот этот видос выйдет, и уже будет канал переименован. Ну, попробовать можно, но я не знаю. Подписчики требовали дырявый бачок название. Что, будет дырявый бачок или нет? Давай сделаем маленький сюрприз. Я переименую канал, они перейдут ко мне и скажут, как им вот такое вот новое название канала. Дырявый бачок. Короче, ладно, ребят, спасибо Тёме за помощь. Ссылка на его канал в описании. Сейчас он что-то вкусное приготовит. Это видео вы можете уже, наверное, посмотреть на его канале. У меня двое детей, я не могу априори быть дырявым. У меня, кстати, сына зовут так же, как и сын. Что ты про гейские какие-то штуки думаешь? Мы просто говорим дырявый бачок, типа бачок, в котором дырка. В общем, шо, ребята, приступаем к работе. Строитель Сергей прибыл на объект. Так, ну шо, ребята, какая-то вот такая получилась печка. Остатки смеси оставались, я тут залепил. Потом, наверное, нужно будет ещё мешочек взять и остатки залепить, чтобы вот это всё, как без матюка сказать, короче, не видно было. Здесь есть такая вот переходная плита. Не знаю, достаточно ли много там я наложил раствора, но потом, когда всё подсохнет, я ещё раз поверхностно пройдусь, промажу, чтобы это всё красивее было. Там какие-то кривые остатки уберу. Вот такой шиберт. Пока что не двигается, пусть присохнет смесь. Там, короче, надо было подпиливать, получается, кирпич. А я когда топку устанавливал, я там топором пилил кирпич. Очень много времени заняло, поэтому решил не... Опять не знаю, как без матюка сказать. Ну, короче, вы поняли. Я просто криворуко сделал. Чем выше печка строилась, тем более криворуко это всё делалось. Сейчас, короче, немножко подсохнет, но ещё не до самого конца. Я попытаюсь расшевелить этот шиберт. Ну, короче, как-то так оно стоит. В общем, такая переходная плита и сэндвич-труба. Вот сверху я так уже, можно сказать, по-скотски там всё прогрыз. Сейчас это всё дело обратно зашьём. Красивенько, наверное, чем-то замажем. Ну, может, уже не сегодня замажем. Давайте сейчас установим трубу. Я поднимусь наверх и покажу, как это сверху выглядит. Ну, из-за того, что, ребята, труба чуть-чуть под углом, если присмотреться, я старался целиться, чтобы, знаете, дымоход ровно возле балки выходил, но всё равно где-то я промазал. И, видите, он так косо немножко вышел. Ну, надеюсь, ничего страшного не будет. Ещё надо будет потом здесь это всё дело подмазать. И я надеюсь, что, в принципе, через швы нигде отравить дым ничего не будет. Ну, в любом случае, я ещё вот так всё замажу, оно как бы какой-то дополнительно сверху слой даст. Вот тут такие колышки поставил, потому что вот эти два ряда, ребят, лучше не сотрите, что там наделано. В общем, вот выход трубы. И сверху установлю ещё одну такую трубу для того, чтобы верх дымохода не был прямо над крышей, потому как будет трава, она рано или поздно станет сухой. Это уже про следующий сезон. И когда я буду топить, чтобы, знаете, там случайно не было пожара, ещё одну, короче, сейчас установлю. Но не сейчас, давайте сейчас это всё дело зашьём красивенько, чтобы она плотно стояла, не шаталась. Потом в другой раз приду, тут, наверное, все вот эти щели чем-то позамазаю. И, кстати, многие писали мне в комменты, что нужно землянку каким-то антисептиком обработать. Я думаю, нужно вскрыть морилкой будет. Но это уже, наверное, не сегодня сделаю. Блин, опять не успели сюда прийти, уже темнеть начинает на улице. Ужас. Вот, короче, летом было прикольно, летом можно до десяти что-то делать на улице и светло. Не, можно и в темноте работать, но видео в темноте так себе, ребята, вам скажу, получается. Хотя вообще работать и снимать себя тоже так себе получается. Что, можно показывать, что ты приготовил? Конечно. Точно? Конечно. Что это такое? Смотри, это мы просто сосиску сделали в маселке, мы её сварили. Эту сосисочку мы сделали в кляре. А вот это вот у нас корнодожик с сыром и чипсом. Всё, 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 не рассказывай. Кому интересно, ещё раз, знаете, где ссылка и где, короче, можно посмотреть. Что, ребята, мы кушаем и будем дальше работать. Надо всё быстро делать, потому что темнеет, прям поминутно. Приходится делать кучу двойной работы. Мучился, накрывал это всё, одному это было тяжело накрывать. И сейчас всё это обратно открываю. Начитался ваших комментариев и понял, что доска, в принципе, и правда, может быстро сгнить. Нужно её обработать каким-то антисептиком. В роли антисептика у нас сегодня будет морилка. Вот такое вот 5-литровое, ну не ведро, бутылка. Мы уже похавали, сейчас в две руки с Артёмом становимся и начинаем вскрывать. Я, в принципе, думаю, это будет достаточно быстро. В следующий раз я приеду сюда и, наверное, накрою это всё дело рубероидом. В общем, с рубероидом будет немножко сложно, потому как, в принципе, всё, что здесь есть, мы привозили на той машине, когда везлись дрова. И сейчас вот есть такие моменты, когда что-то не предусмотрел, что-то нужно переделать, что-то довезти. И это реально проблематично, потому как сюда, прямо на машине, ну на легковой подъехать невозможно. Приходится, ну, сколько, километра 4-5, наверное, нести в руках. То есть, знаете, что-то по мелочи, там, вода, морилка, там, знаете, взял в руки да понёс. А вот, несколько рулонов рубероидом, хоть он не тяжёлый, ну, конечно, будет проблематичней. А, да. Ух ты шо. Ай, блин. Криво отрезал. Ну, ничего, ладно. В общем, ребят, как мог, позаметал, но, в принципе, не вижу особого смысла, пускай этот песочек тут остаётся. Поверх его сейчас быстренько это всё дело морилочкой вскроем. Берём кисточку. И вот так, щедрым слоем, пускай вниз капает, ничего страшного, потому что внизу придётся, это всё дело изнутри для вида, красоты, тоже вскрыть морилкой. Ну, сегодня я уже не знаю, наверное, не успеем. В принципе, смотрите, процесс этот достаточно быстрый. Я думаю, ещё успеем сегодня затопить печку. И покажем вам, как, в принципе, горит печка. Интересно, кстати, проверить, будет ли там тяга и всякое такое. Надо было, наверное, сверху вниз начинать. Наверное, так и сделаем сейчас. Тут уже дамажу. И будем сверху вниз работать. Так, ребята, ну шо? Эту сторону я вскрыл. Тёма ко мне немножко позже присоединился. Давайте посмотрим. Да, он только начал. В общем, пока Тёма пусть мажет эту сторону. Сейчас тут ещё надо малость подзамести. Я сейчас спущусь вниз, посмотрю. Мы просто так, знаете, не церемонились, так сказать, ляпали, как могли. Что там снизу оно выглядит? Ох ты шо! Такое чувство, что кто-то пописал на мою землянку. Ну ничего, ребята, это всё изнутри тоже вскроется. И будет всё по красоте. Ладно, пока там Тёма мажет с той стороны. Давайте, пока ещё есть свет, затопим печку. И, так сказать, поставим какое-то заключение нашей землянке. Будем понимать. Роботь, уначе не роботь. Идёмте сейчас каких-то щепок накаледуем. И будем разжигать. Кидал туда немножко дровишек. Дрова нашёл на улице. Они такие сыроватые, но вроде когда-то были сухими. Вот так вот это всё по-варварски там выглядит. Это всё, конечно, надо будет потом зачищать, доводить до ума. Конечно, нехорошо, что сегодня буду топить печку. Потому что вот эту часть я делал сегодня. И она ещё нехорошо застыла. Но это дымоход. Я думаю, он, в принципе, сильно не прогреется от одной закладки дров. Сейчас таким небольшим читерским образом мы без бумаги, без ничего попытаемся разжечь нашу печку. Нельзя, ребята, сказать, что оно разгорелось. Но вроде как сейчас надо подождать. Самое малость разгорается. Что там, Тёма, есть дым? Дым шуруется с трубы. Значит, тяга хорошая есть. Давайте поднимемся пока что наверх. Посмотрим. О, смотрите. Красотень какая просто. Ещё на самом деле, ребята, не всё. Мы ещё прицепим вот эту трубу. И сверху поставим вот такую штуку. Для того, чтобы осадки как бы не попадали вниз. Ты как опытный печник или ты не опытный печник, что скажешь? Нормальная тяга или нет? Из меня печник, как из бую молоток. Я понял. Ну, в принципе, тянет, тянет. В принципе, сейчас оно, вот эта закладка, ребята, прогорит. И мы топить сегодня больше не будем. О, блин, я что-то дверку вверх ногами поставил. Подожди. А нет, оно залепилось вот тут. Всё, вот так закрывается, ребята. И, как в камине, через стёклышко можно будет лежать вот тут на кроватях и наблюдать на огонёк. Или, так знаете, удобно ночью проснулся, сразу видно, надо подкидывать что-то или не надо. Хотя, в принципе, по идее, за вечер эту печку можно так растопить. Она ещё будет тепло очень долго до самого утра отдавать. Всё, ребята, оно разгорается. В принципе, шо? Я думаю, не задохнусь. Я думаю, что я не задохнусь. Тяга есть. Если бы я сам изобретал печку, возможно, было бы хуже. Так, спасибо некому Колеватову за то, что мы воспользовались его печкой. Так, хотелось ещё, ребята, на самом деле, сегодня зашить вот эти части и сделать приток свежего воздуха. То есть сделать вентиляцию. Но, походу, это всё не успеется. Я, ребята, понимаю, что на данный момент для многих зрителей именно строительство землянки, это любимая рубрика на моём канале. Я бы хотел, ребята, с радостью быстрее уже её закончить. Но, блин, каждый раз прихожу и не успеваю всё сделать. В общем, ребят, я не знаю, какая длина этого ролика получится. Хотелось реально намного больше успеть. Хотелось больше работы вам какой-то показать. Но шоу успели. Поддержите меня лайком, если вам нравится эта рубрика. Я обязательно её буду продолжать в любом случае. Потому как землянка сейчас на таком этапе, что не заканчивать её будет крайне тупо. Так что, ребят, ставьте лайки, пишите комменты, советуйте что-то по землянке. В следующий раз принесём рубероид, накроем крышу. Зашьём боковушки. И сделаем уже приток свежего воздуха, вентиляцию. Давайте ещё напоследок вам покажу, ребята, печку. Горит! Ты шо, классно горит. Всё, ребята, с вами был Сергей Трейсер. Наставьте мне, пожалуйста, кучу лайков. Напишите кучу комментов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok